Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастро-канале Сладкий Персик, и сегодня у нас с вами новая рубрика Находки с маркетплейсов. Шесть находок для кухни с Азона, которые есть у нас. И первая моя находка, наверное, это на самом деле первый товар, который я на Азоне для кухни купила, это вот такое вот кондитерское металлическое кольцо. Зачем оно нужно? Я как бы тортики не так часто пеку, но это кольцо можно использовать и для формовки салатов. Сейчас Новый год наступает, и такое кольцо, мне кажется, вам точно пригодится. Оно регулируемое от 16 до 30 см. Как форму для выпечки его использовать нельзя, потому что там нет дна, но, например, какой-то десерт без выпечки с помощью этого кольца собрать как раз самое то. Или какие-то муссовые десерты можно собирать. Это кольцо удобно фиксировать, оно высотой 8 см, и внутри есть разметка. То есть можно посмотреть, например, если вы слоеный салат какой-то собираете, можно посмотреть, сколько сантиметров у вас занимает слой. Я его мою в посудомойке и спокойненько убираю также в холодильник, если мне нужно какой-то там тортик, например, охладить. Вообще, это классная штука, если вы любите готовить или если вам приходится это делать, обязательно такое кольцо, мне кажется, должно у вас дома быть. Следующее, это моя последняя, кстати, покупка, это вот такие вот прекрасные бокалы. Я давно хотела такие бокалы, еще когда они стали популярными в прошлом году, когда все рилсы, вообще весь пинтерест был в этих бокалах, но они стоили очень дорого. Эти бокалы я купила примерно за 600 или за 700 рублей со скидкой за 2 штуки. Это на тот момент на Азоне была самая низкая цена, и, в принципе, наверное, на всех маркетплейсах. В комплекте 2 бокала, они очень большие, объемом 260 мл. Чтобы вы понимали, это такая прям хорошенькая чайная чашка, приличная. Из них можно пить коктейли и шампанское. Но, насколько я знаю по правилам, шампанское, конечно, пьется из высоких бокалов, но кто нам запретит делать красивые фоточки, правильно? Эти бокалы можно мыть в посудомойке, но я пока так не делаю, потому что после посудомойки цикло все-таки мутнее. Даже если пишут, что оно не мутнее, через несколько циклов все равно оно будет не очень красивое. Поэтому пока что я держусь и мою их руками. А еще, что классно, эти бокалы можно использовать как креманки. Например, для салатов праздничных, гостей удивить самое то. Или для каких-то десертов, или может там сухофрукты в них насыпать, какие-то ягоды, фрукты положить. В общем, они универсальны. Рекомендую. Третья находка, это тоже бокалы, но уже не для алкоголя, а для чая и кофе. Я очень люблю вот эти вот стаканы стеклянные с прозрачными стенками. Они всегда очень красивые, стильные, на фотках классно смотрятся. В принципе, пить у них приятно. Единственный нюанс, они довольно скользкие. И когда ты их моешь, есть риск разбить, поэтому с этим аккуратнее. У нас тоже комплект из двух штук. Мы вдвоем живем, поэтому у нас все бокалы по две штуки. Вот можно на стеллаже посмотреть. Объемом 250 мл. Тоже достаточно большие. Мы прям кофе утром выпил и проснулся. Написано, что их можно мыть в посудомоечной машине, но я так точно делать не буду, потому что здесь двойное дно. И, ну, они, получается, будут стоять там вверх и ног в посудомоеке. Потом там все-таки будет образовываться конденсат. Поэтому их я мою только вручную. Вообще бокал классный. И мы пользуемся уже, наверное, месяца три. Знаю, что иногда с такими бокалами, с двойным дном, бывает беда, то что дно трескается. У нас пока все хорошо. Следующая находка, про которую меня постоянно спрашивают. Потому что мы часто снимаем рецепты чая. В принципе, очень часто чай пьем. Мы очень любим не просто там заварку, класть чайник, но и всякие фрукты, ягодки и так далее. И, кстати, в комментариях часто пишут, что это не чай, а компот. Так вот, и всегда на этих рецептах появляется вот этот стеклянный чайник. У меня их на самом деле два. Вещь вообще супер классная, тем более, что стоит она совсем недорого. Не буду давать какой-то, наверное, один артикул, потому что на Азоне и на любом маркетплейсе таких чайников очень много. Можно поймать хорошую скидку. Вот сейчас, например, я смотрю чайник объемом 900 мл, один в один, как у нас, стоит всего 305 рублей. Пользуйтесь, покупайте. Вещь супер. Этот чайник идет в комплекте с металлическим ситечком. Но есть нюанс. Когда вы выкидываете заварку в мусорку или в унитаз смываете, все по-разному делают, или в пакет какой-то, есть большая вероятность выкинуть заварку вместе с этим ситечком. У меня такое случилось. И потом я искала на маркетплейсах ситечка, чтобы его поставить, потому что, ну, иначе просто там достаточно такое широкое горлышко, и все такие ягоды, вся заварка будет плавать в чашке. Так вот, сразу, если вы будете покупать этот чайник, возьмите себе 2-3 набора, комплекта этих ситечек, потому что это такой расходный материал, и стоит он тоже недорого. И еще одна нереально классная находка, которой мы пользуемся уже, наверное, года 3, это вот такие вот бумажные, не бумажные, точнее, а тканевые пакетики для заваривания чая. Но на самом деле в них можно заваривать не только чай, можно использовать их для кофе, можно для разных трав, травяных сборов, и можно использовать для специй, например, когда вы там делаете какие-то закрутки, закатки банок, в этот мешочек кладете специи, это все варится, и потом вы этот мешочек достаете и выкидываете. Вот такая вот вещь я прям вам очень рекомендую. Ну что, друзья, вот такая у нас сегодня получилась подборка. Если вам интересно, пожалуйста, пишите в комментариях хотя бы просто плюсик, так мы поймем, что рубрика в видеоформате вам заходит, будем снимать больше, потому что мы все всегда покупаем разные совершенно товары на маркетплейсах, и на Wildberries, и на Ozon, и на Яндекс.Маркете, и что там еще есть у нас везде. У нас есть о чем рассказать, поэтому пишите ваши комментарии, и мы будем снимать для вас новые выпуски. Ну что, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok